всем привет у нас том попал западню вообще я хотел сегодня показать вам вот такой вот красивый вид воздух свежий прохладно вот такая у нас красота есть во франкфурте колесо стоит конечно не всегда у нас сейчас было открытие старого города после реставрации поэтому стоит вот эта вся ерунда здесь тоже прожектора и так далее вчера было шоу с дронами со светом но этот вечер я провел со своей женой со своей дочкой не охота было выходить а тут у нас том-то сбежал сюда тут отгорожено и не знает как выйти там иди ко мне а там вот раз два три забора это можно выйти не видит том иди ко ты не знаешь как выйти да ты же можешь вот тут выбежать смотреть интеллигенция собачий разум но может выйдем вон там все таки можно оббежать оббегай нет тут можно было бежать побежал туда ой свершилось чудо куда ты опять побежал том иди сюда иди сюда ну выбегай вот здесь тут уже куда ты побежал смотри том здесь ты можешь выйти о о свершилось чудо вот такие вот дела вообще я хотел заснять вот из-за этой панорамы сейчас снимаю на новую камеру на свою и просто красота из каждое время года по-разному встает солнце ну конечно если нету облаков и по-разному все эти здания подсвечиваются вон кстати еще у нас луна сейчас приду домой сегодня у нас воскресенье еще сентябрь число не помню какое сразу же выложу это видео так что всем хорошего воскресенье надеюсь вы не болеете ну и хорошей трудовой недели тем кому на работу понедельник мне только на два дня потом у меня неделя отпуска но мы никуда не уезжаем попробую вспомнить что у нас вообще за высотки вот округло называется апфель вайн глаз это по немецкий стакан как для вина потом вот то здание красное с красным торцом это у нас здание профсоюза немецкого эгэ металл вот это здание с буковочкой у с точечкой наверху это банк потом идет гостиница интерконтиненталь там не знаю что жилые дома потом идет там гостиница мэриот то что слева от острова здания потом вот это здание называется карандаш в форме карандаша узкая это здание выставочного выставочного зала манежа франкфуртского месса так называемая чуть ниже с него это фирме гансбиратунг забыл как по-русски называется компания по каким-то советам развития бизнеса что-то такое вот это ее же здание потом идет с таким воротничком наверху значит тут у нас тоже жилые здания и банки с не внизу вот то серебряное серебряное здание как форме как из фильмов про робокопа это управление железнодорогами железными дорогами германия дойче банк так называемая вот это стеклянное здание полностью где это коммерцбанк потом он где кран стоит за ним два здания это дойче банк 2 2 высотки рядом стоят значит вот это не знаю мне кажется тоже коммерцбанк а вот это конусом то что идет высокое откуда как рожки торчат два крана это европейский центральный банк потом вот это у нас нюрнбергер называется эта страховка наверху самое высокое здание с антенны это коммерцбанк кстати европейского центрального банка вот в левом здании нету да я не хочу вас путать потому что она совершенно в другом месте отсюда это не видно вон туда в сторону на восток в сторону города аффенбах а что сейчас в том здании где был европейский центральный банк я даже не знаю cms не знаю что такое офисное здание какое-то за ним построили новое здание там еще стройка внутри отделочные работы идут ну впрочем больше там уже и не видно кстати руки мерзнут конец сентября мерзнут руки уже утром а вот то франкфуртская катедральная я уже много раз снимал не знаю но есть новые подписчики думаю вам понравится вот этот видок кстати вот тут вот на фонарях на некоторых есть таблички с крестиком и с номером это для лучшей ориентации спасательных служб если что-то случится например объяснить где на прогулочной променаде если например кто-то тут ляжет ты например сейчас позвоню как мне объяснить где нахожусь напротив знаю это сложно поэтому называешь вот такую табличку то же самое кстати есть на немецких автобанов ты где бегаешь там стоит номерок наклейка и вам нужно только сообщить какой номер например и не объяснять потому что многие ну нельзя вот как мне сейчас объяснить где я нахожусь на майне до между вот я например 20 лет здесь живу и до сих пор путаю как называются мосты вот этот мост 5 вот не знаю да вот я через один мост знаю как называется у меня еще память плохая и вот если что объяснить даже даже невозможно немножко стыдно но я не стесняюсь так так Субтитры сделал DimaTorzok